Ребят, привет! Вы на канале Андрей Буренок о бизнесе. Это мой третий канал, который я совсем недавно создал. А сегодня я записываю первое интервью с представителем малого и среднего бизнеса. Сегодня у меня в гостях девушка, которую я сам знаю очень хорошо, которая много лет назад помогала Трипной Дриму с пиаром. Девушка, которая стала на меня, вышла и сделала так, что я выбрал ее для того, чтобы она помогала Трипной Дриму с пиаром. Это было в 2016 году, когда мы в Швейцарии выиграли на конкурсе стартапов. Те, кто меня не знает, у меня свой бизнес Трипной Дрим еще до кризиса нами пользовалось в месяц 1 из 7 уникальных путешественников в год. 3 миллиона визитов на сайт, огромные соцсети. Думаю, что вы, скорее всего, меня знаете, поэтому о Трипной Дриме тоже знаете. О чем этот канал? Это канал для ребят, которые либо только стартуют, либо уже имеют какие-то свои небольшие бизнесы для того, чтобы получать советы, получать вдохновение, разбирать разные кейсы. Я собираюсь интервьюировать малый, средний, возможно, немножко большой бизнес, делиться сам опытом и делать так, чтобы это было искренне, по-настоящему полезно и вдохновляюще. Я, если честно, немножко переживаю, потому что было около, наверное, 200 видео точно снято для своего канала о путешествиях. Там уже больше, чем полный миллион подписчиков. Но для этого канала вот это первое видео. Я хочу начать с девушки, которая очень хорошо знает. зовут ее Вярослава, у нее агентство «Слова пиар». Смотрите до конца, здесь будет не только разбор того, как делать пиар-агентство, будут советы по пиару для малого и среднего бизнеса. Также думаю, что Вярослава поделится многими уроками, которые будут многим из нас полезны. Поехали. Слушай, в таком формате на камеру мы с тобой еще не общались? Нет. Ты переживаешь? Я не переживаю. Я чувствую, что где-то через три минуты я забуду, что здесь есть камера, и будет все как прежде, как пять лет назад. Четыре. Четыре. Четыре года назад. В 2016 год, в марте мы выиграли в Швейцарии на конкурсе стартапов. Да, сто тысяч, по-моему, вам еще должны были дать. Полмиллиона долларов. Полмиллиона, полмиллиона, точно, точно. Мы не закрыли сделку потом в итоге, но хайпа было очень много, и желания о себе рассказать тоже было очень много. Ты, кстати, первый был клиент, которому я сама написала. Я сделал твой интер, сказал, что тебя хорошо знаю. Если бы ты делала питч, а ты хорошо как стартапер, что знаешь, что такое питч, как бы ты очень быстро, за 60 секунд запитчила о себе и о своем бизнесе? Меня зовут Вярослава Новосильная. Я CEO и founder слова TechPR. Мы 6 лет занимаемся промо-украинских проектов, стартапов, IT-компаний, венчурных фондов в Украине и по всему миру. О наших клиентах писали более 15 тысяч раз мировая пресса. Боже, ты это делаешь круто. Ты это делаешь так, что даже бабушка моя бы точно поняла, о чем ты, о чем твой бизнес, чем ты занимаешься, чем ты можешь быть полезна. На самом деле, сколько я занимаюсь стартаперством, тем самое сложное, это буквально в одно-два предложения положить то, о чем ты, для кого ты и какую ты пользу принесешь. Потому что обычно хочется говорить часами. Много-долго, да, но я люблю коротко. Какую пользу вы приносите своим клиентам? Они становятся узнаваемыми. Как мы знаем, когда клиент, когда компания, человек узнаваемый, это всегда конвертируется в лояльность, в деньги, в трафик, в покупку, во что-либо, но она конвертируется, если это хорошая репутация. Ты проснулась утром и решила, что у тебя будет свое пиар-агентство. Ты мечтала об этом с детства, может быть, когда хотела быть доктором, либо учителем, либо ты к этому шла уверенно, и вот это рождалось, и рождалось, и потом реализовалось. Я никогда не хотела быть пиарщиком, я всегда хотела быть предпринимателем. На самом деле, я думаю, что мне просто из-за того, что я попала в университет, именно попала, потому что это был 2012-2013 год, это был первый год ЗНО. То есть мы сдавали, это был первый год, когда можно было попасть в любой университет, даже в Шевченко, куда угодно, просто по своим знаниям, без дополнительных экзаменов, без вот этих вот разных моментов. И я попала в Шевченко, в Истуд журналистики, потому что у меня были очень хорошие баллы, входные, и я не знала, что это, я не понимала, куда я попала. Это просто было очень круто, интересно, институт журналистики, Шевченко, пиар, это что-то такое, вау, крутое. И у нас со второго курса были стажировки. Мне абсолютно не нравилась та профессия, на которую я попала, потому что нас заставляли много говорить, мы должны были все знать, много писать и прочее. А я всегда была очень скромным ребенком, интровертом, не умеющим говорить на публику вообще, у которого просто трясло при любой попытке ответить на любой вопрос. И понятное дело, что оно вообще не заходило, я попала не в свою среду. Но когда у нас начали стажировки, я сначала попала на СТБ, на телевидение, потом еще в пиар-агентство, и я так укрепилась в том, что это все не мое. Потому что когда была стажировка одна из пиар-агентств, меня заставили прозвонить весь список журналистов, там было где-то 30 журналистов, и пригласить их на пресс-эвент. А пресс-эвент был, мягко говоря, не самый интересный, то есть позвонить журналисту. Это в принципе, украинскому журналисту это самая большая ошибка. Но меня послали где-то 30 раз за 30 минут. И я подумала, что вот это и есть пиар, звонить, приглашать и получать за это. И я сказала, что я больше этим в жизни заниматься не буду. Потом на третьем или на четвертом курсе меня как-то аккуратно, случайно вывело в сферу... Я познакомилась с одной девушкой, которая занималась фэшном. И она предложила создать вместе агентство, которое бы занималось промоушеном фэшн-бизнеса украинских дизайнеров и брендов. Ну и у меня там уже был опыт работы. Я до этого поработала два года в одной компании пиарщиком еще где-то. Я думаю, ну а что нет, в принципе, прикольно, свое агентство, классно. Мы сняли офис сразу же. Как бы еще не было денег, ничего, сняли в офис, начали заниматься пиаром украинских брендов. Все было здорово и круто, но они платили в основном чем? Бартером. То есть мне там 19-20 лет, у меня уже агентство по промо-фэшн. Опыт работы довольно такой в разных областях точечный. Я не понимаю, там, плохо чем я занимаюсь, но хочется что-то делать. Где-то через полгода или год мы разошлись, и я поняла, что, в принципе, наверное, на этом стоит заканчивать. И с предпринимательством, и с пиаром, ну как-то она не идет. Там попробовала, тут попробовала, что-то еще попробовала. Ну, конечно, долгий путь, ну, прошло где-то еще три месяца. И моя ханра закончилась, я поняла, что, в принципе, ладно, надо опять начинать что-то делать. Я подумала, что я умею. Ну, в принципе, ладно, хорошо, я умею писать тексты. Тогда будем создавать копирайтинговое агентство. Как это сделать? Без понятия. Ну, пойдем опять же тем же путем, что и раньше. И сначала я нашла одного первого клиента. Сказала ему, что у меня уже есть копирайтинговое агентство, которого не было. У меня не было ничего, ни журналистов, ни агентств, ничего. Я написала сама, сама написала текст. Он им очень сильно понравился. Я говорю, давайте встанем на поток. Я говорю, давайте. Сколько? 30 текстов в месяц? 30 текстов в месяц? Ого! Так я подумала, ну, в принципе, если я никого не найду, по одному тексту в день могу написать 30 текстов. Я говорю, ну, давайте. Заключили контракт. Утром просыпаюсь, думаю, так, надо что-то делать. 30 текстов, 30 в месяц. Кинула клич по университету, собрала где-то 10 человек журналистов. И мы начали писать. И это был, в принципе, мой первый контракт, случайно созданное за одну ночь агентство, просто из того, что из моего, по сути, нетворка. И мы начали писать эти тексты. Получалось плохо, потому что оказалось, что ребята очень плохо владеют русским языком. Хорошо владеют украинским, но очень плохо русским. И тексты были отвратительные. И мне приходилось, то есть я попала в свою первую проблему, мне приходилось переписывать все тексты за ребятами. То есть я уже переквалифицировала журналиста в редактора. Так я проработала два месяца, заработала там первые свои 10 тысяч гривен предпринимательской работой, деятельностью. И поняла, что какая-то сложная судьба у меня, надо что-то еще делать. И вот тут случилось вот как раз тот момент, как организовались именно слова. И так как я занималась текстами, то ко мне пришел через моего бывшего молодого человека, который учился где-то там в институте. У него там преподавал Кирилл Бегай из Препли, по-моему, какая-то была гостевая лекция. И он ему что-то написал по поводу того, что там надо пообщаться со мной, познакомиться поближе, что мы можем как-то помочь по копирайтингу или еще как-то. И мы с ним встретились. Он говорит, вот мне нужно написать пресс-релизы. Я говорю, да, супер, напишем пресс-релиз. Придумали вместе информационный повод. Написала. Говорит, а распространить можешь? Никогда не сделала. Я не знаю, как это работает. Говорит, не, ну это просто, там берешь, там, ну, контакты собрала, там, отправила. Говорит, ну, не знаю. Я говорю, а как, я думала, вот я, ну, я никогда не занималась именно в медиа-релейшнс. То есть я занималась каким угодно пиаром, но не с общением с прессой. Я не понимала, почему журналист должен разместить новость, если мы за это не платим. То есть какой к нему, в чем, в чем суть. И еще, как сейчас, помню, я с там, с друзьями говорю, Странная какая-то работа, надо отправить, надо отправить новость, там, 30 журналистам, они должны это написать и бесплатно. Как, ну, типа, в чем, в чем суть. Я отправила, и при том, я сделала, действительно, поработала хорошо, думаю, ну, попробую. И у нас вышло очень много публикаций. Это прямо, это вышло, типа, все топовые медиа Украины по всем направлениям. Это были и бизнес, и IT, и общие. Они все написали, правда, все написали. И я, как сейчас, помню, Кирилл тогда говорит, ничего себе, здорово. А можешь еще? Я говорю, ну, наверное, могу. Давайте попробуем еще разочек. Попробовала еще раз, еще получилось. И он начал меня советовать, ну, другим ребятам, там, своим коллегам со сферой. И, по сути, так и, ну, там, за первые 2-3 месяца у меня появилось, там, 5-6 клиентов. И я начала набирать команду. И все, и вот оно так и случилось. Получается, что у меня не было цели, пути. Просто оно все в жизни так складывалось, что вывело меня в ту точку, в которой я сейчас нахожусь. Не было цели не заниматься пиаром, не работать в IT, не быть сейчас здесь с тобой. Просто так случилось. Приносить еще больше денег, либо приносить еще больше удовольствия? Удовольствия. Цели никогда не было в деньгах. Я часто делала что-то бесплатное, или если у меня была возможность помочь, я помогала. Деньги вообще не имели никакого значения. Первое время сумма за пиар были вообще настолько, ну, по сути, что стажер в компании. Но была еще такая нюанс, про которую я забыла. Я не очень хорошая, я не могу работать в компании. Это невозможно. Ну, имею в виду, у меня не было возможности... Попробую это объяснить. Я очень хороший стратег и очень хороший менеджер. Но ты не можешь быть вот здесь, если ты не прошел в компании все эти ступеньки. Я не могу пройти все эти ступеньки, потому что я очень плохо работаю руками. Поэтому мне, чтобы вырваться с этого круга, пришлось сделать что-то самой. Потому что меня бы никто никогда бы в жизни не повысил. Когда я поняла, что я очень плохо работаю руками, что я могу только раздавать задачи, контролировать, я поняла, что придется перепрыгивать. Потому что здесь я никогда не заработаю деньги. Это всегда будет начальная какая-то стадия. Как ты определила те проблемы, которые ты будешь решать для своих потребителей? И как ты определила вообще, кто будет твоими потребителями, клиентами? Тогда я только сферой начала развиваться. Это прям так усиленно это было, когда в 2015 год я начал. В 2013 или 2014 год я начал работать. И как раз был бум эти компании, эти стартапы. И никто не занимался вообще в принципе теком. Были компании мелкие, но конкуренции как таковой не было. И очень был большой спрос. Все. Очень просто. Нет, нет, никто особо меня... То есть по сути ты увидела нишу, которая не занята. Правильно? Ну как мне тогда сказали ребята из медиа, что я не совсем права, что у меня нет ее конкуренции. Потому что все большие компании, все большие прогрессы занимаются тем же самым. Но потому что мы небольшие и мы такие же, по сути, такой же стартапкой, как и любая другая компания. Мы ближе, мы могли сразу же внедриться, больше времени уделить, быстрее адаптироваться. Потому что большие пиар компании, пиар агентства, они очень долго разрабатывают стратегию. Потом очень долго тебе все делать, долго отчетоваться. Но нет возможности у стартапа на это все. Тогда я это поняла и потому что мы дифференцируем с этой бутиковостью. И тем, что по сути с IT, только с IT никто не работает. Есть три подхода к условно позиционированию. Первый подход он называется, ты делаешь очень дешево. И за счет того, что у тебя продукт в принципе такой же, как у всех. Возможно немножко по качеству страдает, либо по набору функционалов. Он просто дешевый. Это условно позиционирование по цене. Я покупаю, потому что ты дешевый. Например, люди постоянно покупают молоко. Если ты сделал такое же молоко, но немножко в другой упаковке и хуже, не знаю, обертка какая-то, либо крышка. Но то же самое молоко получаешь, оно стоит дешевле, ты его купишь. Это называется условно позиционирование по цене. Второе позиционирование называется условно ниш маркетинг. Где ты выбрала какую-то конкретную нишу. Допустим, в твоем случае это ниша только IT-стартапы. Во-первых, а стартапы. Второе это IT-стартапы. Причем это украинские стартапы, которые только, наверное, на самой ранней стадии. Которые еще не могут прийти и дорого платить большим нагрессам. Это как раз обычно после инвестиций. После инвестиций. Условно. Это называется ниш. И третий подход к позиционированию это когда ты дифференцируешься чем-то. Добавляешь какое-то рациональное, эмоциональное качество, которое тебя на фоне других дифференцирует совсем по-другому. Условно, если взять те же машины, то понятно, одна машина более классика, надежная. Другая машина более агрессивная для молодежи. Третья машина просто какая-то фановая. Например, да, ты за счет этого дифференцируешься. В твоем случае твое позиционирование основано на том, что ты выбрала конкретную нишу. И с этой нишей постоянно работаешь. Ты поняла боль этой ниши, боль этих стартапов, которые есть. Она есть, вот этих стартапов, боль? Их никто не понимает. Но по сути их нужно переводить. Для того, чтобы пресса о них писала, им нужно о них рассказывать очень понятно. То есть им нужны по сути переводчики или трансляторы. Потому что, ну, если это проект занимается кибербезопасностью, или это какой-то блокчейн. Да неважно, на самом деле, даже если это AdTech тот же самый. Объясни журналисту так, чтобы он о тебе написал. Это очень сложно. Мы, по сути, выступляем как посредниками, переводчиком, так, чтобы перевести это все. Плюс обычно нет времени. У стартапов все несется. У них куча приоритетов. У них нет возможности заниматься еще общением с прессой, которые, на самом деле, занимают очень много времени. И там нужно сказать только именно правильные слова. А не, знаешь, когда ты очень сильно спешишь, ты можешь быстро ответить журналисту в попыхах что-либо. И потом это же так и выйдет в медиа. Это же самое ужасное, что может случиться. Или испортишь отношения, если там... Я хочу спросить. Айти стартапы, к которым ты приходишь, они осознают ту боль, которая у них есть? И есть ли у них потребность в тебе? Либо они говорят, ну, потом, когда-нибудь и так далее. Как ты им продаешь? Обычно нет у них потребности. Но они всегда сами приходят. Во-первых, они всегда сами приходят. Ты был, на самом деле, первым и последним, кому я сама пришла. Ну, может быть, там еще один-два проекта были. И мне просто очень понравилось. Обычно я не занимаюсь тем, что сама иду к клиенту. Обычно они приходят. Приходит первая цель – доказать инвестору или потенциальному инвестору, что мы достойны. Вторая – это как, по сути, какой-то АБ-тестинг. Посмотреть, как реагируют на них, если это B2C-продукт, как реагируют на них в принципе, нравится ли продукт массам и прочее. И если это такой продукт уже хорошо стоящий на ногах, то это уже построение репутации и лояльности. Потому что у стартапов часто бывают такие моменты, когда что-то идет не по плану. И лучше иметь хорошую репутацию в прессе, лояльное отношение с прессой, чтобы если вдруг какой-то баг или, как у Uber, водители постоянно что-то мутили раньше, плохо общались, например, с пассажирами или еще что-то, или какие-то там кризисы, когда были, то пресса, если у тебя уже выстроены отношения с прессой, она всегда тебя прикроет, они будут тебя еще больше надавливать. Ребята, если интересно заниматься интернет-маркетингом, в том числе пиаром, возможно, мы сделаем курс, если хотите разобраться в интернет-маркетинге от А, да я, Google Аналитика, Facebook, Яндекс.Директ, Google, email-маркетинг, SMM, content-маркетинг, conversion rate optimization, могу продолжать еще 5 минут, приходите к нам на курс по комплексному интернет-маркетингу от команды TreatMyDream. Я являюсь преподавателем в том числе, моя команда делится своим опытом, мы уже обучили пару сотен человек на первом потоке, набрали больше 200 человек на второй поток и присоединяйтесь к нам, у нас как бы много разных курсов. Думаю, что вы точно не пожалеете. Вернемся к тебе. Я хорошо понимаю теперь, откуда появилась идея, я понимаю, с чем ты сталкивалась, как находила клиентов, когда пошло много операционки. Стала ли ты с ней справляться? Я помню тебе очень хорошо, когда было много клиентов, да, это такой вопрос о балансе между выгоранием и полным выгоранием, потому что когда ты предприниматель, ты либо выгораешь, либо полностью выгораешь. То есть ты либо очень много работаешь, либо очень-очень много работаешь. Нет другого варианта вообще, да. Чаще всего. Когда вот был тот момент, когда было так много операционки, что ты стала задумываться о том, чтобы что-то поменять, наверное. Первые три года я вставала в 5-30 утра, чтобы успеть сделать всю работу. Ложила спать в 12 в лучшем случае, я постоянно работала, постоянно. У меня не было такого момента, чтобы я была без телефона. Но это я поплатила за это все свои друзьями, личной жизнью, конечно, потому что когда ты постоянно в работе, ты всегда ставишь приоритет работу, а не семью, друзей, то баланс, конечно же, нарушается. Потом в какой-то момент я поняла, что главное, даже тот же бизнес, он наполняется твоей энергией. И если у тебя перекос, он не будет работать. Поэтому все должно быть сбалансировано. И работа, и твоя жизнь, оно друг друга дополняет, но оно не должно друг друга перекрывать. И когда я начала потихоньку это выравнивать, я начала высыпаться. У меня... Я перестроила полностью свой график. То есть до 12 часов у меня никогда не бывает встречи. Никогда. Это мое время. Я могу сделать свою работу, я могу заняться спортом, я могу посмотреть на небо, но я не буду в офисе до 12 часов. Потом после 12, окей, я в офисе, мы занимаемся. Но мне нужно мое время просто для рефлексии. Когда я это определила, начало все сбалансироваться, мне стало легче и проще. Но вопрос с операционкой, он все еще очень актуальный для меня, потому что очень динамичный, очень гибкий бизнес. Невозможно просто взять, выстроить операционку единожды, и она будет работать. Потому что сегодня у тебя 3 рынка, завтра у тебя 12 рынков. Клиенты постоянно хотят что-то новое. Сегодня это Украина, завтра это Штаты, потом это Сингапур. И нужно постоянно что-то менять, кого-то находить, каких-то других менеджеров подключать. То есть здесь все... Тут как раз в этом бизнесе все очень зависит от того, насколько это быстро реагирует. Поэтому постоянно ты пересоздаешь процессы. Сколько у тебя клиентов сейчас, в которые плюс-минус ты ведешь постоянно? 10. Сколько у тебя человек в команде? Которые на аутсорсе, в том числе, пишут, что ты делаешь? 7 человек. Как ты набираешь этих людей? Я знаю, есть определенная текучка постоянно. Это везде. Да, есть. Но основные люди работают годами. Та же Лера, она работает, она с самого основания агентства. Да, агентству 6 лет, мы 6 лет вместе. Наташа, редактора, она с нами 3 или 4 года уже. То есть основные люди, основной кор, это года. И там основные фрилансеры, аутсорсеры, они тоже годами. Девушка, которая занимается развитием вместе со мной рынка в Германии, Франции, Испании, Штатов, мы вместе работаем 3 года. Мы вместе делали там Venture Beat, Tick, Crunchy, всю мировую прессу. Основной кор, он годами. Остальных я набираю обычно, они сами приходят. У меня нет открытых вакансий, как таковых обычно. Но если приходит человек, я под него уже сразу набираю клиентов. Если я вижу, что он талантливый, то есть у меня все наоборот происходит. Не клиент приходит, и я такая быстро бегу и кого-то набираю, а под талантливого человека я уже начинаю подтягивать, с кем мы можем работать. Мне в какой-то момент перестал нужен пиар. Да, такое случается. Я сказал Верославу, последние полгода мы что-то делаем, даже последний год. Но это было просто делать для того, чтобы делать. У нас с тобой дружеские отношения. Я сказал, все, давай закончим. Потому что мне пиара не нужно было, потому что я понял, что я сам являюсь тем пиаром, который есть. И дай бог, чтобы мне хватило времени отвечать на все те запросы, которые есть. Ходить на конференции, выступать онлайн, писать статьи, отвечать на вопросы журналистов и так далее. Когда мы с тобой начинали, вопрос будет, какие есть запросы у клиентов. Но я сейчас расскажу наш опыт. Когда мы начинали, мы с тобой провели около 4-5 встреч, завтраки, обеды, ужины, где я сказал, ты просто слушаешь, а я высказываюсь. Я для себя решил, что пиар для меня, человек, который отвечает за пиар меня и моей компании, но больше моей компании, это человек, который должен знать абсолютно все. Это как вот твой адвокат, который подписывает определенный NDA, который знает все, что происходит в твоей жизни. Я рассказывал абсолютно все, что происходит в нашей компании. Какие у нас процессы, какие у нас люди, какие у нас доходы-расходы, какие у меня отношения с потенциальными инвесторами, с партнерами, что происходит в моей семье. Я познакомил тебя со своей семьей, рассказал, что вот моя жена, вот мои дети, вот мои хобби, вот мое отношение к жизни, вот моя стратегия, вот мои продукты. Ты сидела 5 встреч, каждая встреча часа по 2, то есть часов в 10 слушал, а я решил, что пока ты не узнаешь полностью все, что происходит в моей жизни вокруг меня, потому что это моя компания, я ее живу, ты не сможешь мне ничего предложить. Я тогда себе точно решил. Первый вопрос очень коротко. Так все делают или нет? Да или нет? Нет, это первое и последнее. Окей, хорошо. После того, как мы с тобой проверили эти 5 встреч, ты пришла со стратегией, и я сказал, ты знаешь, твоя стратегия по продукту не подходит, потому что продукт, который мы делаем, его нет. Продукт, который мы делаем, он будет в лучшем случае через полгода, в итоге он был еще позже, и не тот, который мы хотели, как всегда у стартапов все бывает, ты знаешь, но его нет, а работать хотелось. Но был ты. И что-то делать хотелось. И тогда, я помню, была первая конференция, где мы выступали, это бизнес-визнеп-саммит, где мы выступали с Тарасом Полищуком, огромная аудитория, человек 300, но пришел такой бизнес-эстемлишмент, то есть вот пришел бизнес, много журналистов. После этого выступления, вот, не то, чтобы дверью открываешь какие-то издательства, но тут неправильно высказать, буду сказать, тебя полюбили. Ты пришел, когда ты искренне рассказал о том, что у тебя произошло, да, тогда тебя полюбили. Окей, у нас была история, когда мы выиграли в Швейцарии, когда мы летели из Швейцарии домой с Тарасом, везли чек на 500 тысяч долларов, ну такой просто плакат, на самом деле денег не было. Каждая украинская медиа нас написала. Нас поздравили все. Единственное, что, наверное, Порошенко президентом, который был, в тот момент не поздравил. Все Гройсман написал, все написали в Твиттере где-то, все новости пошли. Это был очень сильный для нас инфоповод, и это позволило нам вскочить. Один из вопросов будет, не у всех же такие инфоповоды есть. Вообще. То есть, самое важное в пиаре, это по сути создавать инфоповоды, постоянно. Правильно, да. И если ты помнишь тогда, когда ты сказала, что мы не можем работать вокруг продукта, я сказала, тогда можем работать вокруг тебя, это раса. Мы тогда определили, что в принципе ты и есть твой продукт. И одна из стратегий пиара, это выводить продукт через село компании, если он достаточно харизматичный, искренний, интересный, он может позволить полюбить себя. Можно заставить, не заставить, неправильное слово, но можно сделать так, чтобы люди, аудитория полюбила компанию через этого человека, потому что человек становится равно компания. Но здесь всегда такой немножечко опасный момент, что этот человек в лице компании, он не должен совершать ошибки, потому что большая, много на плечах у этого села. Но мы тогда решили, что можно рискнуть, и мы можем построить бренд вокруг тебя. Здесь нужно было рассказывать максимально, не только о том, какой ты бизнесмен, и как круто мы запускаем продукт, но о личных историях. Как ты воспитываешь детей, какие твои ценности, чтобы найти как раз что-то, что бы откликалось от других людей. Да, мы написали очень много материалов, мы говорили о семье, о детях, о путешествиях, о цифрах, о привлечении, о построении команды, о сложностях. Главное, когда ты искренне транслируешь, что есть вокруг тебя, это хорошо принимает. После этого, я помню, как мы с тобой пытались завести YouTube-канал, еще не было никаких больших YouTube-каналов, это было в офисе, на телефон, и у нас не получилось, и мы снимали, это было рожащно, у нас есть видео, я его показывать не буду, но это когда-нибудь оставлю, точно покажу. Это было очень весело. Это было очень весело, я ругался, даже маты говорил, но как бы есть у нас свой опыт, это было до того, как я завел этот YouTube-канал, задолго, за год точно. А потом я просто сам пришел в YouTube, и меня стало так много, и меня стали все интерьировать в YouTube, и звать на большую часть конференций, и много пришло ко мне в СМИ, что я сказал, что вот уже достаточно, потому что я не справляюсь, потому что PR на мне, да, ну, словно я, как спикер, и я просто не справляюсь с теми запросами, которые есть, и мне он уже не нужно. На внешний рынок я так и не пошел, я очень хотел прийти, но мы все вот как бы застряли на рынке Украины больше, там аутсористы немножко делали какие-то продукты, и на внешний рынок, к сожалению, либо к счастью, мы не пошли, и международный PR мне был тогда как бы... У него был не нужен. Тогда был не нужен, возможно, будет нужен когда-то, но сейчас как бы такая ситуация с этими карантинами, этими коронами и так далее. Вот, и тогда уже, когда это как в универе, ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебе. Потом зачетка работает на тебя, но работать нужно много и системно. Абсолютно верно. То есть тебе должны определенно вот эти правила, давай отдадим правила, ребятам какие-то советы, как работать с PR, если у них, например, нет тебя, либо кого-то, потому что не все могут позволить, например, взять себе PR-агентство, крупное, большое, тебя, менеджера в команду, они хотят попробовать сами, да, когда ты работаешь за свои деньги, да, то ты каждую копейку считаешь. Конечно. Я каждую копейку считал. Особенно усилия свои еще, время. Да, потому что нужно инвестировать не только деньги, нужно инвестировать много времени. У меня процентов 10-15 уходило на вот PR, потому что эти статьи, я не мог отправить статью, которую вот я там не полностью не поправил. А этих статей было от 4 до 12 в месяц. Да, высокая производительность, точно. По поводу советов, которые можно дать. Первое, определить целевые медиа, хотя бы 2-3, если нет много сил, если это IT-стартапы, то это понятно. АИН, Вектор, можно назвать экономическую правду. MC Today. MC Today. И потом определить 3-4 ключевые сообщения, которые нужно донести. То есть, зачем мы это делаем? Мы хотим поработать на инвесторов, на клиентов или на собственный PR. HR-бренд. HR-бренд. Мы над ним тоже работаем. Да, 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 точно, точно. И HR-бренд. После этого... Ребята, HR-бренд, это когда вы создаете такой образ компании, когда к вам хотят идти люди сами работать. Да, это очень важно, потому что сейчас очень большая конкуренция. Выбираем 3-4 ключевых сообщения. И здесь можно пойти разными путями. Первый. Если у вас есть информационный повод, например, привлечение инвестиций или какой-то крутой апдейт платформы, все что угодно. Если есть этот информационный повод, то мы можем сразу... Вы можете его сразу вбросить во все медиа, которые у вас есть. Если информационного повода нет, то мы можем начинать рассказывать о собственном опыте, о кейсах компании. Тогда вместе хотя бы нужно делать 2-3 аккуратных публикации. Хотя бы 2. Хотя бы одну со своими силами. Одну публикацию в топовое целевое медиа, хороший текст, запичить, и это будет уже хотя бы что-то. Потом уже можно будет его развернуть. Правильно ли сказать, что желательно, чтобы у компании был спикер, лицо, которое говорит? Не всегда. Зависит от того, как, вокруг чего строить пиар. Спикер может быть, но часто, знаешь, часто клиенты, которых, международные компании, есть ряд компаний, с которыми мы работаем международные, которые просто им нужно обратиться с тобой к рейне, у них нет спикера. И у них нет возможности там ревьюить статьи, там больше идет работа, пресс-релизы, там информация о компании и прочем. Если это все-таки небольшой проект, небольшой стартап, то спикер должен быть, потому что надо вообще показать, что у компании уже есть лицо, есть вокруг чего строить. Поэтому, если у стартапа есть спикер, то спикер должен, точнее, должен быть спикер, спикер должен понимать, что ему нужно будет работать на пиар, на лицо компании. Ну, в том случае, это было 15% в месяц, то у него это будет 30-40% в месяц, если он это будет делать своими силами. Давай подумаем вот о малом и среднем бизнесе, да, потому что цели пиара, понятное дело, что просто пиар без других маркетинг-коммуникаций не может быть. Ребята, маркетинг, это не просто реклама. И те, кто думает, что маркетинг, это реклама, это неверно, забудьте. Это вам неправильно рассказали. Маркетинг, это отношение с рынком, слово маркет, рынок. Маркетинг, это все, что касается рынка. Это ваши и клиенты, и конкуренты, это другие стекхолдеры, которые присутствуют на рынке, как правительство, какие-то регуляторы, все остальные. Это те продукты, которые есть, это та реклама, которая есть на рынке. Это абсолютно все. Вот это вот маркетинг. Маркетинг, это управление всем этим, и пиар является частью маркетинга. Но пиар сам по себе работает в исключительных случаях. Сейчас я скажу, где, как я думаю. Но он должен обязательно быть частью всей стратегии маркетинговых коммуникаций. Если компания говорит, что мы вот это, мы находим дешевые авиабилеты, либо у нас лучшее топливо, у нас классный кофе, мы делаем самые экологически чистые веганские кейки, да, либо еще что-то, то вокруг всего этого сообщения должен строиться в том числе и пиар, и вся коммуникация, и внутри компании, и так далее. То есть это ретрансляция определенных ценностей компании, в том числе через пиар. То есть пиар, это является источником донесения сообщения. В данном случае донесение сообщения может быть, а, к, непосредственно медиа, чтобы они знали, по каким вопросам прийти к тебе, что мы построили с тобой так, что медиа, если хотят узнать что-то про тревел рынок. Правильно, они идут к тебе. Они идут ко мне. Как изменились цены, какие авиакомпании, что вы думаете о безвизе, что мы думаете о введении запрета, что, какие цифры и так далее, они идут ко мне. Они знают, источником информации. Да, экспертность. И мы, я над этим работал много, в том числе, просто публикуя какие-то цифры, которые есть у моей компании, потому что у нас их много. Вот. Второе, ты строишь отношения непосредственно с потребителями, какой-то условно образ, да, чтобы ты доносишь те ценности, которые у тебя есть, да, и есть условно пиар прожекты, того, что ты хочешь спроецировать того образа, который у тебя есть, и есть персифт, условно, то, что сейчас, на сегодняшний день получает клиент. Нужно сделать так, чтобы его, то, что он видит, как видит тебя сейчас, поменялось на то, как на самом деле ты есть, кем ты есть, какие в тебе ценности, то есть ты через эти каналы доносишь ценности. Так вот, пиар отдельной функцией может быть тогда, когда тебе просто нужен инвестор, да, тебе не нужны потребители, тебе не нужны какие-то там отношения с меди, тебе нужно просто инвестор. Когда нужно просто инвестор, ты переходишь в определенные медиа, и доносишь, допишь определенное главное сообщение примеру если так раньше тебе написал дает ты попал туда все тебе неважно все остальные new york times . . . . попал все если какой-то медиа работает в сфере там криптовалюты и его инвесторы которые в этой теме тебе нужно попасть только туда все остальное абсолютно не важно исключительно туда вот туда нужен pr да либо ты там jar да jar не не сюда чуть но условно допустим да допустим ты попадаешь точно чтобы выиграть какой-то тендер чтобы тебе кто-то узнал услышал так далее мы больше о малом и среднем бизнесе сейчас потому что большие компании они наймут себе кого угодно ребята которые будут смотреть скорее всего это либо как мы предприниматели либо предприниматели возможно только начинающие возможно которые просто продают кофе делают рюкзаки торты какие-то на заказ либо у них не знаю там все что угодно но это не крупный бизнес нужен ли им пиар зачем он нужен что им делать дай пожалуйста советы не всегда нужен я вообще думаю что пиар нужен во-первых ты правильно сказать только в разрезе маркетинга если нету маркетинга пиар вообще не нужен потому что ты сначала должен понимать что и как и зачем какие цели а потом уже прочитать потому что часто приходят клиенты за пиаром которых нету маркетинга я сразу отказываюсь сначала дети разберите с этой частью потом приходите уже со стратегией которые я могу положить в пиар поэтому сначала начинаем все с маркетинга если пиар может помочь дифференцироваться малому и среднему бизнесу это это раз и два работать если мы с вами на грамм про мало средний бизнес там как раз особенность это пробит усе там много возможности когда что-то пойдет не так с клиентами знаешь когда вот кто-то попробовал твой торт кофе а там что-то было не то или отравился и надо уметь работать с возражениями например тогда лучше если у тебя будет какое-то минимальное минимальное отношение с прессой пресса будет тебя знать а так в принципе если это малый средний бизнес и нету больших потребностей в том чтобы работать на опережение или там на долгосрочную стратегию это принципе пиаром можно не заниматься я просто за то чтобы если ты вкладываешь пиар ты вкладываешь долгосрочную перспективу и осознанно потому что нет смысла заниматься пиаром сейчас три месяца а потом не заниматься пиар живет в типа условно две недели там любая новость нужно работать систематичность начинаешь заниматься пиаром это навечно тогда это тебе вернется и конвертируется если это вот а случая к случаю сегодня я делаю пиар завтра я не делаю это только но так и сыграет в минус потому что ты сегодня работаешь над пиаром завтра ты не отвечаешь на запросы прессы они на тебя уже будут злиться что ты на них не реагируешь ты потом опять придешь к ним а чего не нам на раньше не отвечали поэтому это как отношения с друзьями как отношения как любые отношения у тебя или есть они и ты выстраиваешь и работаешь над ними или лучше не лезь как в принципе должен строиться весь бизнес смотри какой-нибудь парень девушка которая хочет рассказать о том как она делает карты от пина travel есть ребята которые доставляют какие-то экологически чистые овощи фрукты по киеву они хотят чтобы них написали целевые издания в том числе a in mc today вектор медиа экономическая правда дело и сегодня и так далее если они придут сами даже когда дадут журналиста отправят какой-то материал даже полезные наверно в 95 процентах случаях о них не напишут правда да да правда я пытался когда-то это делать я знаю что правда ты не интересен почему-то медиа пока тебе громко не закричат пока ты не сделал что-то вот 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 такое ну или ты раскрываешь очень интересный кейс например если у тебя ты смог чего-то достичь своем бизнесе и можешь сказать эту историю тогда маленькими шажочками наш при этом ты можешь прийти с плашкой пиар либо спешил либо там как то есть реклама попасть буквально ко всем да маша за деньги но я не советую вот при этом ты либо другие вот те кто занимается пиаром могут достучаться рассказать продать компанию чтобы о тебе писали верно верно но вообще если мы говорим о таком небольшом бизнесе понятное дело что пиарщик тут скорее поможет потому что одно дело когда ты сам пишешь о себе напиши обо мне вот мой кейс и ты сам четко не понимаешь где твой кейс и тут пиарщик а помогает тебе понять где твой кейс и что интересно а бы намного проще уговорить своего дружественного журналиста обратить внимание не написать именно просто обратить внимание на этого там парня или девушку которая создала потому что так конечно очень тяжело в холодную печать особенно если там нету какого-то информационного повода я хотел тебя поспрашивать про ревеню вот ты говорила пожалуйста не спрашивай вот тебе хватает на жизнь спасибо что и что и что не что-то не спрашивай сколько стоит я знаю да спасибо что хватает да спасибо спасибо вселенной что хватает да да сколько стоят услуги пиара не твои а в целом по вообще по всему миру да если говорить то ветка этот 500 долларов за какие-то небольшие там работы до 10 тысяч долларов в месяц это эти какие-то если это международное агентство в штатах пиар на америку это будет такой человек это сумма в месяц то есть по сути огромная ветка но я не видела сумму больше 15 тысяч долларов в месяц у себя либо в общем не вообще в мире я не видела больше и не видела меньше чем 10 тысяч ривен то есть зависимости от того какая-то какой рынок и что нужно делать и какой пиар если мы сейчас говорим про меди-релайшнс и про специализацию все-таки войти больше ты говоришь о жизни причем это интересный разговор так это и есть о бизнесе и о жизни обо всем она все настолько переплетается я когда-то когда только начинала работать в этой всей сфере я задала своему передам с первым первых клиентов вопрос как ты находишь баланса типа между работой и жизнью он сказал какой баланс это же все моя жизнь это для меня это очень хорошо мне ёкнула этот так же сама когда мы говорим про бизнес это все это все вместе мы не можем говорить только о работе чего научили твои клиенты какие-то профессиональные вещи либо какие-то вещи которые ты взяла у них и заимствовала теперь используешь своей жизни наверное с каждым клиентом потому что когда я работаю когда мы внедряемся мы видим хорошо операционку маркетинг и работу с международными рынками плюс клиентами конечно от каждого клиента я беру очень много на самом деле наверное основной по построению процессов и по клиент сервису что вот из того как ты видишь своих клиентов что отличает компании стартап у которых получается получать удовольствие того что делать и развиваться и от тех у которых ну не очень получается что их отличает ничего на самом деле я думаю что это просто путь тебя сначала не получается потом когда ты идешь до этой точки нету какого-то у меня тоже не получалось и у тебя не получалось это путь ну у нас вообще пивот постоянно travel business теперь у меня я строю пытаюсь построить другие бизнесы в том числе но 99 процентов новых компаний они фейлиться конечно но я на самом деле я думаю самое главное быть спокойно спокойно относиться к тому что ты зафейлишь и я на самом деле я когда беру иногда некоторых клиентов и когда беру новый рынок я всегда спокойно отношусь тому что может быть что типа я могу не справиться потому что мы не мы надо не справляемся мы все не справляемся это нормально если мы постоянно будем пытаться сосредотачиваться только на успехах то падение она же будет она будет очень болезненно поэтому нужно сюда быть начали чуть-чуть начали но спокойно реагировать на собственные файлы и на чужие файлы там сотрудников клиентов все мы люди я не был у тебя на ивентах я знаю это делал ивент и привозила сюда это кранч и многих им майка бутчера и стык раньше многих других ребят вот к сожалению я там не был даже это было не было нет да форс венчурбит очень да ну ты перевозила крутых товарищей ты их лично знаешь да мы до сих пор общаемся я хочу чтобы он не написал так раньше что что мне нужно сделать перейти к тебе только во первых да а во вторых тебе все равно нужен информационный повод или информационный под или очень классные кейсы компании то есть ты должен быть очень быть интерес на рынку см это завернем в пич напишем и какой шанс чтобы не напишут а здесь это все равно информационного повода честно как бы ты с кем хорошо не дружил ты все равно должен предложить что-то вкусное если мы предложим что-то вкусное там раунд инвестиции если это высокий хороший раунд то где-то это попадание 95 процентов что тебе напишут если инфоповода нету и мы говорим на компании то 20 процентов что тебе напишут если так хорошая история но все равно зависит очень много от личных отношений от долгосрочных личных отношений так если у нас что напишет о вас шанс намного выше если я хочу попасть нью-йорк таймс ты сможешь смогу у тебя были кейсы сертам сам не то я уверена что смогу потому что даже мне надо казалось что блин об этом клиенте никогда в жизни не напишут ну вот просто вот нет но я попробую и и писали и писали forbes мировая пресса я и одно по и одно знаю за эти года что когда ты с клиентом долго это долбишь в одну точку то ты рано или поздно приплывешь туда куда надо вопрос только в сроке времени и и в терпении собственном клиента потому что надо было знаешь типа ты готовишь ты написала тебе ну что когда 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 дай время вот когда она созреет все получится были случаи когда публикация где-нибудь в каких-нибудь медиа помогли компании привлечь много денег да много раз практически наверное 20 процентов случаев это было про деньги и действительно приходили или инвестиции или очень крупные клиенты или очень крупные битубе партнеры все равно это всегда вот пишет это дальше очень часто бывает что например ты хочешь заключить какую-то сделку все равно пойдут пойду читать о тебе будут гуглит андрей брюнок или trip my dream или еще что-нибудь и потом хопа стоит о здорово когда тебе пишет крутое медиа с крутым кейсом это твой адвокат он уже заявил своими словами о том что ты крут это всегда да да это пруф это здорово ты не ты сама себе рассказываешь вообще когда мы хвастаемся о том какие мы крутые сами это только портит да а когда я тебе говорят даже если я тебе именно опубликовали твою колонку как он опубликовала медиа но она же согласна с тем с твоими словами с тем кто ты значит она уже готова делить с тобой свою же репутацию это тоже здорово и мы должны вот везде где мы можем получить вот этот вот пруф с кем-то от от кого-то хорошее слово или поделить репутацию мы должны это делать чтобы у нас хорошо говорили чтобы у нас хорошо писали что нас могли поддерживать потому что каждый день меняется состояние бизнеса и мы сами чем больше у нас адвокатов бренда тем лучше не считаешь ли ты что вот эта вся шумиха вокруг стартапов с поднятием денег от инвестора это условно какая-то игла и наркомания люди становятся зависимыми и это как пирамида нужно подымать денег подымать 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 и подымать и очень многие остановятся условно наркоманами этих инвестиций постоянных которые нужно все время показывать рост у тебя есть борт и вся эта история что я без инвестиций я знаю как это просто будет стрепиться как просто слог как это сложно в другое время я чувствую свободу да я не могу масштабироваться как все быстро стать огромным и так далее это чуть не мое но вот когда ты выходишь вот историю инвестиций это как наркомания определенная с одной стороны, с другой стороны ты же теряешь долю компании, потому что когда ты отдаешь долю компании, у тебя есть 50 квадратных метров твоя квартира, ты отдаешь 20 процентов, вот эти 10 квадратных метров условно в твоей квартире в ванной это твоего инвестора и он там сидит делает все что хочет, может себе чесать в одном месте, может там курить, пить, музыку громко включать, он с тобой живет на одной площади, все вы теперь навсегда вместе, а потом еще пришли инвесторы и еще пришли инвесторы, у вас уже там цыганский табор, вот и считаешь ли ты, что это немножко такой сложный очень путь и немногие к нему будут вообще готовы реально? Я думаю, все очень зависит от компании, от проекта, инвестиции нужны быстрый выход на рынок, когда знаешь, бывает часто, что ты упускаешь свое время, тебе нужно очень быстро выйти с продуктом, потому что возможно большая конкуренция или могут повторить твой продукт, у тебя нет выбора, тебе нужно привлечь инвестиции и быстро выйти, иначе ты потеряешь время и уже не будешь там, тогда выбора нет, если твоя компания может развиваться без инвестиций и может быть дольше прийти к этой точке, но она придет и ничего не потеряет, то инвестиции не нужны, то здесь вопрос скорости, ты готов пожертвовать этой скоростью или нет? Я считаю, что в бизнесе есть две мотивации, первая мотивация это исключительно деньги, там где для людей не имеет значения, что делать, главное деньги, вторая мотивация это я хочу это делать, этим жить по вдохновению, то есть я этим живу, вот я вот допустим люблю путешествовать, у меня низкомаржинальный бизнес, очень высококонкурентный, там сложно стать номером один, это можно даже в принципе не мечтать, но я это люблю, я получу кайф от того, что я делаю, это часть моей жизни, в принципе как и зарабатывание денег, это часть жизни, большинство компаний, которые ты видела, это про вдохновение, либо про деньги. Мне кажется, что вообще стартаперы это больше мечтатели сначала, которые потом понимают, что такое деньги, все равно ты сначала вокруг какой-то великой идеи и цели, про изменение мира, да, это все-таки про какие-то технологии, поэтому больше это мечтатели, редко это про деньги, потом уже на третьем, четвертом году, компания, когда ты закрываешь шаунд инвестиций, понимаешь, что такое деньги, то да, там уже больше про деньги. Твои три самые сильные ошибки, на которых ты сделала грабли, ударилась, уроки и вот они тебя сильно поменяли, помнишь? Помню, когда не взяла предоплату, когда ты работаешь с международной прессой, ты часто подключаешь других менеджеров по миру, которые могли бы тебе помочь, и ты работаешь с клиентом, ну говоришь, ну вот такая-то сумма, оплата, постоплата, потому что обычно хорошие отношения, ничего спешить. Ты делаешь работу, платишь всем, менеджерам, команде и прочим, он потом тебе не платит по своим каким-то причинам, не хочет, еще что-то. Вот это, когда ты вот несколько раз потерял много, много денег, потому что ты все равно будешь платить всем, даже если тебя не заплатили, твоя репутация, своя собственная, она всегда дороже, чем деньги, то начинаешь выстраивать и смотреть на своего клиента другими глазами и понимать, что не только он тебя выбирает, но ты выбираешь, с кем ты будешь работать. И теперь я буду, я теперь всех клиентов, с которыми я работаю, я могу работать так же самым по постоплате, но он, если он меня интервьюирует, то я его точно так же интервьюирую и проверяю, достоин ли он, чтобы мы с ним работали. Мне кажется, я познаю тебя хорошо, люди, это очень сложно. Люди, да, иногда бывает, что ты… Это постоянные грабли? Ты очень сильно принимаешь это часто и это, ну… Нет, это не часто, это уже нет. Я думаю, что уже нет, как, ну вот, было в начале там 3-4 сильных раза, когда бомбануло из-за неправильного выбора сотрудников и неправильного… слишком много ответственности, когда им даешь или слишком посвящаешь их бизнес. С тех пор я очень долго смотрю на людей и не даю им настолько много знаний, где что лежит, в какой комнате в моем бизнесе, чтобы не повторять ошибки, когда сотрудник может тебя кинуть. То есть не делегируешь настолько сильно, не доверяешь вот полностью все? Нет. Но есть там два, там один человек в моем агентстве, там два, которые знают много, но там даже все, на самом деле. Но новых людей я очень долго, очень долго держу на расстоянии. У тебя были скандалы с клиентами? Нет. Какая-то зайка. Были, когда мне очень хотелось сделать скандал за плохое поведение. Плохое поведение – это когда тебе не платят, на самом деле. Ты знаешь, это очень какая-то частая практика в украинском бизнесе – не заплатить последний чек, именно последний. То есть ты работаешь, например, там три месяца или год, у вас все очень хорошо, и потом просто последний чек тянется. Типа, они тебе платят там месяц, два, три, четыре. Ну, то что ж такое? Ну, просто, ну, плати уже. У меня до сих пор очень многие украинские, в том числе, компании и авиакомпании должны очень много денег. Да, поэтому я уже придумала, что, в принципе, когда я знаю, что контракт заканчивается, последний чек платится наперед. Знаешь, как риелторские фирмы. Потому что я не знаю, в чем фишка этого последнего чека. Знаешь, нам тут прямо тяжело с ними расставаться, с последними деньгами за последний месяц. Я думаю, мы заканчиваем. Это было откровенно. Мне кажется, мы могли еще часов в пять разговаривать точно. Да, еще много чего осталось. Я все-таки официально на камеру тебе предлагаю сделать курс по пиару. У нас точно получится. Нужно найти время тебе и мне, потому что я, как человек, который не может сеять на месте, все время хочу, чтобы ему сделать новое и новое и новое. Но я, кстати, хотела сделать курс по пиару, я даже разработала, у меня есть уже разработанная методичка по пиару. У меня есть кейсов много. У меня можно в пример. Я могу делиться с собой, а ты будешь учить. И будем учить малый, средний, крупный бизнес, как заниматься, как не заниматься пиаром. В пиаре лучше не делать ничего, не делать неправильно, чем делать то, что тебе навредит. Я тебе очень благодарен. Ты прямо моя зайка. Класс, записались. Ребята, искренность это самое сильное оружие, которое есть в жизни. Когда мы искренне, нам ничего не страшно. И даже если кто-то понимает нас по-другому, не так, какими мы есть на самом деле, это нужно принимать и идти дальше. Главное, что мы не теряем себя и всегда остаемся собой. Мне очень понравилось записывать сегодня с Ярославой. Я получил удовольствие. Мне кажется, мы бы еще пару часов точно разговаривали. Думаю, что действительно нужно сделать курс по пиару, потому что как в Ярославе, так и мне действительно есть чем поделиться. Пожалуйста, прямо сейчас напишите, если вы досмотрели до этого момента. Поставьте лайк видео, поделитесь им. Канал должен расти. Для того, чтобы он рос, вы должны помогать. Вам просто нужно поставить лайк, написать коммент, поделиться этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я буду действительно очень благодарен. Мы можем помогать друг другу. Я буду интегрировать не только тех, кого знаю, а те бизнесы, которым хочу помочь, чтобы о них узнали другие. Потому что цель этого канала, как вы уже поняли, это помогать малому, среднему, большому бизнесу получать вдохновение, получать советы, получать уроки. И просто не бояться по-настоящему действовать. Если хочешь что-то сделать, то на самом деле просто бери и делай. Если вы хотите ко мне прийти на курс по интернет-маркетингу, я о нем в этом видео уже говорил, скажу еще раз. Я оставил ссылку на курс и в описании, и в первом комментарии. Напишите. Возможно, для вас будут специальные условия. Мы делаем скидку, делаем рассрочку, курсы запускаем. Второй поток начинается 24 сентября. В принципе, к нему можно и позже присоединиться. Третий поток тоже будет скоро. В принципе, много других курсов будет, потому что мне есть чем делиться. Я думаю, вы понимаете, что есть чем делиться мне, есть чем делиться моей команде, есть чем делиться и чему учить тем людям, с которыми я проработал много. А я, в принципе, работаю с 18 лет, 21 год уже, да. В Киеве живу 18, и в Киеве уже 18 профессионально работаю в разных бизнесах. Как наемный сотрудник, так и просто человек, который работает на себя. Буду с удовольствием делиться и дальше. Всех обнимаю. Пожалуйста, напишите комментарий, поделитесь видео, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк. Это поможет каналу развиваться. Всем всего доброго. Всем простой жизни и удовольствия от всего того, что делаете. У меня суббота. Я субботу провел для себя и для вас, чтобы снять вот это полезное и интересное интервью. Все. Пока. Пока.